Друзья, здравствуйте! Кажется, 19 мая, если ошибся, то на один день я иду посмотреть, что делает Жильза-младший Сергей Валерьевич. Вот, если удастся нормально поговорить, то вы тоже это увидите. Десять минут назад я возмутился. Вот, этот парень собрался, где выкорчевывать, а где просто... В общем, сейчас вы поймёте, насколько всё серьёзно. И как трудно жить с человеком, который терпеть не может халтурой. Я тоже терпеть не могу. Но я сейчас буду его призывать делать конфетку. Причём конфетку хорошую, настоящую. Вот, надеюсь, я вас, как говорится, заинтриговал. Мне всё ещё распустилось. Дело в том, что это питомник. А этот питомник имеет свойство рано цвести на второй-третий год. Вот. У меня, лично я, общаясь за все годы с тысячами садоводов, особенно старшего поколения, я буквально, буквально вынужден был говорить, вам 70, это молодость, мне 71. Вот. Вам 60? Да вы ещё девчонка, да вы ещё мальчишка, у вас всё получится. Посмотрите на эти чудеса. Причём это Сибирь. Вот. Здесь градусник вон в том доме, недостроенном. Показывал лично мне 37-38, но ночью-то меня тут не было. Вот. Итак, давайте смотреть. Я в том, что с чем он меня убил. Он, оказывается, умудрился вырастить стартовую вишу, с сливу. Я эту сливу, между прочим, когда первую я вешал, они были 80 грамм. Самый первый урожай, штучки 3. А потом она не то, что чахла, но некогда было ей заниматься. Потом... Мне тоже некогда было. Уже год пропустил. Да вот год пропустил, но всё-таки посадил. А сколько между этими прошло? 5-6 лет потеряно. А нам всё некогда, ёлки-палки. Вот. Я схватился за этот фотоаппарат, который имеет встроенную видеокамеру. Вот он, красавец. Конечно, он был бы два раза выше, если бы годом раньше был бы посажен. Нет, они там два просто просто росли. Один в два раза крупнее. А, да кто-то остался на месте. А этот пересаженный. Так, потом, Серёжа, вот это сейчас пока ясно, там польёшься, всё. Потом надо будет это как-то сгладить, чтобы ямки этой не было. Это не будет, это перегной, это всё перепреет. Не, понятно, я к тому, чтобы людей не удивлять. Вот тут скажут... Я вот и хотел по этому поводу сказать, что подумал, что пропаганда наоборот. Да, мы отрицаем ямки. Это не стольного круга, ни места не останет через месяц. Всё. Потому что это перегной. Понятно. Так, если что, сам прослежу, ещё и ручками уберу. Так, теперь, Серёжа. Дело в том, что мне вот это слова пока рубили. Я понимаю, ты, наверное, самый добросовестный в России. Ну пойдём покажу, я что-то собираюсь уничтожать. Да я пока не собираюсь. Не-не, я знаю, что я через три дня приду, и тут половины не будет. Чё ты мне сказки рассказываешь? Пошли, покажем людям, как мы делать эти самые конфетки. Вот. Они и так прекрасно цветут. Ну, казалось бы, да? Надо садить. Я уже три года посадку откладываю. Не надо посадить. Не могу я показать. А я сам тогда покажу. Я не стесняюсь. Да я не то, что снять, мне просто некогда. Ну, правильно. Аккуратно, аккуратно, там прививки. Ой! Всё, надеюсь, не наступил. А, кстати, похвастаюсь. Персик. Вон он привитый, вон второй. Тут вообще... Тут вообще-то их всего несколько штук. Наверное, тут и так и росло несколько подвоев, да? Да, они сейчас потрачили сходить. Ладно. А где-то я видел густо персики у тебя были. Вон, вон. А, вон, да? А здесь-то как бы случайно. Тут ткнул, тут ткнул. А здесь уже нарочно. Давай смотреть за качеством. А что на них смотреть? Сало как сало. Да? Всё, теперь... А почему так мало привитый? Может, ещё где-то есть? Вон, вон дальше. И там есть. Я почему? Потому что меня постоянно долбят. А вот ещё вижу, есть. Ага. Ну, ладненько. С тёциками разобрались. Вот сейчас мы пойдём по рядам. Вот это, я понимаю, уже, Андрей, перешло в разряд маточных деревьев. Вот это. Уже продавать-то же не будете, это чудо. Маточные деревья. Ладно. Ну, насчёт качества. Ну, допустим, этому году три. И этому году три. Ну, что я скажу? На бирку глянуть. Я люблю такие походы. Сейчас я скажу, в чём меня возмутило. И почему я до Серёжи начал доставать его. Ага. Эх ты. Ага, в райское наливное. Ну, для меня это, конечно, середнячок. Ну, всё-таки, в райское наливное, я скажу, это морозостойкость далеко за 40. Поэтому мы не брезгаем такими. Вот что я имею в виду. Вот он специально не стал... Ушёл, вон, видите, вон, его и не видно. Со мной не связывается. Почему? Представим себе. Прекрасное дерево. Смотрим, как оно выглядит. После привыкли к нему не прикасалась рука человека. Вот. Ещё не поздно. Вот здесь где-то отрезать. Бог с ними, с цветами и с урожаем. Вбить кол. Выпрямить. Вот. И на следующий год он будет примерно вот таким вот. Так же? Вот это я ехаю. Смотрим дальше. Человек, который у две руки, который сам прививает. Сами видели. Сам садит. Как песня. Самосадик я садила. Так. Теперь. Вот ещё один такой же. Смотрите. Сбоку. Красота. Вот. Выпрямить. Обрезать капитально. И фактически сделать ему новую крону. Можно? Можно. И ещё один такой же. Вот тут-то я не выдержал. Сказал, Серёжа, я буду... Не хочется я без тебя. Буду на тебя жаловаться. А то я сейчас возьму секатор. В прошлом году. Знаете, что тут творилось? Сколько он их вырезал? И кто видел мои ранешние фильмы, сколько я пней показал. Вот. Видите? Ни кожи, ни рожи. А цветёт уже? Вот. Цветёт. Ладно. Пойдём дальше. Это ященок цветочки. Вон там. Пенёчки, видите? Здоровенные, прекрасные деревья. Вот насящие. Вот. Абрикос пилил. Сейчас сюда насаживать что-то будет. Почему? Потому что это... Места нет. А рассаживать надо. Где рассажены, сейчас покажу. Ещё несколько таких же прекрасных абрикосов пилил. Вон, полюбуйтесь. Там полюбуйтесь. Это то, что осталось, как говорится, мамай прошёл. Это то, что осталось после весенней купли-продажи. Что-то разослало. Но он не халтурщик. Вот. Даже обижается. Я говорю, и с этой яблони можно конфетку сделать. Да. Можно сказать, что у неё есть свойства стелющиеся. Согласны? Можно садить там, где можно целиком прятать под снег. Приезжали же с Тюменской области. Приезжали с Томской. Там за метр снега и там за метр. А кушать хочется. И тут же жалуются. Где-то 45, где-то 48. Ещё один такой. Вот. Некогда ему. Поднял. Закрепил. Но это ясно, что он уничтожать не будет. Просто сделать из неё конфетку. Вот. Что ещё показать? Дальше пойдёт гуси. Сейчас вы удивитесь. Ну, эти уже всё. Они стали матовщиками. Как видите, без всякой халтуры. Просли себе. Проданы не были. Ещё год-два назад. Помню, осенью вообще никто не приезжал. Посылок брали. Ну, в два раза меньше в этом году. За это время уже были. Пущены на самотёк и выросли. Посмотрите, как они обрезаны. С них уже веточки берутся. Видите? Видите? На прививку. Смотрите. Это дерево тоже стало маточным. Ещё одна груша. Если издаля, то это среднерусская. Это одна из самых надёжных груш. Знаете, почему я её люблю? Вкусные плоды. А как она получила название среднерусская? Отвечаю. А никто не знал. Где-то когда-то кто-то с Украины пошло по России. Вот. Это самая сладкая из российских груш. Надёжнейших. Для средней полосы. И вернуться она должна туда. Потому что уже адаптировалась она к Сибири. Интересно, что некоторые приростки, которые уже не будут проданы, так и растут в этих самых горшках. В горшках вот такие вот дырки в основании. Поэтому они почти не мешают. Может и сдерживают рост, но не сильно. Сейчас мы с вами подходим к царству. Вот, может, немножко рано фильм снял. Но я сегодня именно хотел говорить Сергею, что вот это всё прекрасно. Выпрямляется, подрезается. И на следующий год продаётся. Видите? Вот. Ну, это... Они только зацветают, поэтому тут пока это... Это самый цветущий в России питомник. Вот. Имеется в виду, когда деревьям от одного до трёх лет. Больше такого не найдёте нигде и никогда. Почему технология? Никаких высоких прививок. Никаких искусственных штамбов. Вот. Вот приближаемся к этому оазису. Груши раньше зацветают. Видите? Вот уже маточные груши. А вокруг вот они, грушки на продажу. Миленькие, хорошенькие, но их не купили. Ну, сегодня пять приезжали с черёмушек. Пять саженцев купили. Накануне приезжали с этого Сабакана. Штуки три купили. Почему так мало? Они сами не поймут. Вот. Ну, некоторые ссылаются на цены. Если бы видели, что приходит людям посылка, а у них и на сайтах такая саженция древняя изображена, что я лично... У меня волос нет, а то, что осталось там, пушок, он у меня дыбом встаёт. Вот. Вот снова. Вот сюда я хотел Серёжу подвезти. Сказать, Серёжа, давай выкапываем, сильно обрезаем и садим по новой. Но нет, скорее всего, это дерево перейдёт в разряд уже маточных. Самое интересное, здесь нет никаких заварядных сортов вообще. Серёжа, ты сварог привал в этом году? Нет. Ну вот, пожалуйста. Вся Сибирь стонет по сварогу, потому что он самый морозостойкий. Но зато, правда, и самый невкусный. У нас только... Нет, я сейчас попробую людям объяснить. Вот я стою напротив сварога, так? Вот он. Молодые деревья очень вкусные. А вот те, которые, помнишь, по три свёдер давали. Есть невозможно. Вот я поэтому тебя и спросил. Остальные у нас все чисто сладкие. Вот такой сварог прекрасный. Его выращивать. Так, а вот здесь были выпилены вот такие вот. Ты хоть сам-то попробовал. Вот этот вот пень, да? Вот я из-за забора показываю. Вот этот пень. Это был самый сладкий. Из этих. Для меня он ценности никакой не представляет. Вот я и объясняю. Зажрался. Потому что нас же слушают люди, которые не то, что абрикосы не вырастили. Они должны видеть, как он выглядит. Мы же для них стараемся. Вот такие он выпилил. Сказал, места у нас нет. В стране места нет. Вот. Лучший питомник в стране. Вот. И получается... Ай. Дальше ветер начался. Сильный ветер. Поэтому я эту съёмку останавливаю. А можно, правда, без слов показывать. Можно и без слов показывать. Вот. Лещина. Вот она. Хорошего рожая даёт. Сергей, а помнишь, ты из-под неё выкопал два десятка? Ты продал? Да. То есть всё-таки брали? Брали. Брали, да? Ясно. Ну, вы удачно выкопали. А что вы садите? Чёрный абрикос. Да ты чё? У меня на том участке два чёрных уже есть. Ну, лишних не бывает. Я решил между сливами и абрикосами посадить, чтобы вы ещё... Я могу помирать, потому что селекционер родился. У них проблема, да. Им нужен напылитель, а какой мы до сих пор установить не смогли. Так. И всё своими ручками. Я тут рассказывал в последнем фильме. Вспомнил про этот фильм, где... Кинокомедию. Где этот учил плавать. Сам плавать не умел. На берегу показывает, как... На берегу показывает, как плавать. Руками помашет. Заплыв сделали, ни один не вернулся. Он следующую группу набирает. Вот так. До сих пор смешно. Так у нас и учат садоводству. А чтоб своими ручками никогда. Так. Масица взяли, а то у меня... Конечно. Ну давай, отойди в сторонку. Пусть нормальные люди посмотрят. Что такое настоящая пересадка. Вот сейчас у многих, если бы ты продал этот сажниц, вот, уже бы давление скакало до 200. Вот это есть настоящая пересадка. Ну ладно. Желаю удачи. Самое главное, показал посадку. Коля вбитый. Так. Небольшая ямочка получилась для полива. Да, это большая для полива. Это больше, чтобы перегной держался. Потому что с первой дочери все смоет. Тут есть укор. Ага. Земля у нас очень некачественная. Ну что, ладно. Пойду дальше. Так, ну, в принципе, все мы это видели. Показать привитые Сергеем саженцы. Давайте покажем. Вот они, красавчики. Видите? Вот они, вот они, вот они, вот они. Вот они. Вон на том ряду, видите. А, сейчас покажу. Вот это вот зацвела сливка. Ну это ладно. Это величайший случай. Где-то я видел, зацвели яблоньки. Где-то яблоньки прививки зацвели. Нет, нет. Вот такие. А, там где-то яблони вывели яблонь. Это начальник. Ага. Может найду, может не найду. Вот. У нас холодно. У меня лысина мерзнет. Сережа. Ну как у тебя вот это не купили? Мне материться. Я тебе оставлю, если садить. Себе? Ах ты. А что за сорт, помнишь? А? Не. А, это от Чернобаева. Либо от Чернобаева, либо от Боднера я уже не помню. Я и там, и там брал. Ясно. Если от Чернобаева, то это самый сахар. Если от Боднера, то я не знаю. Прививочки пошли. Пошла. Раз. Две из двух. Три из трех. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девятая не прошла. И так далее. Или пойдет попозже. Они только сейчас начали. Да, только сейчас начали. Вот они. Наклевываются. Ну, в принципе, у Сергея сто из ста, если бы не опаздывать с этим по срокам. Они тоже не любят, когда их поздно прерывают. Сильно рано тоже ничего хорошего, но начинает он прям по снегу. Другого выхода просто нет. Ну что еще показать уже заодно? Может быть, просто смотрите, потому что, может, меня не слышно. Ветер сильный поднялся. Вон, видите. Вон она, она, она. Интересно, знаете что? Если меня слышно. Ну, там дали. Ой, нет, ветер. Заглушает поди. Вот это вот. Жгулевская, да? Вот она. Это маленькое дерево. 20, ну, без малого. Может быть, 18 ведер дало. Я сам-то так поражен был. Думаю, в этом году, наверное, вообще отдыхать будет. Нет? Все. Опять такая. У меня есть фотография, у меня есть фильмы прошлогодние. Казалось бы, небольшое дерево. Молодое. Мы в каком году купили этот участок? Я не помню, лет. Ну, больше пяти лет назад. Не больше пяти, правильно. Представляете? Вот это вот посажено моими ручками. Вот. Ну, пусть она была не посажена, а пересажена мной. Может, она была однолетней. Двухлетняя. Ну, то есть, я не больше 6-7 лет. И такое урожайшее. Я это жгулевское называю король сада. Причем я никогда не это, не преувеличиваю никогда. Потому что, наоборот, показать, оценить всю эту красоту просто невозможно. А, еще покажу. Вот это вот огромное, очень большое дерево. Оно, кажется вам, может, на сельке небольшое. Прямо которое по центру. Орех манчжурский. Он у меня соседствует с двумя грушами-рекордсменами. Больше них, по-моему, здесь никто никогда в Сибири плодов не видел. У меня есть фотографии. Фотографии такие, что там вот ветка. Вот тут, видите, остался от нее только пень. Вот он. Вот. Одна ветка перевешивалась соседям. Фирм есть. Десять ведер только на одной ветке. А на этой стороне было еще, получается. Это молодое дерево. Вот. Старое, старинное дерево. Осенья Яхолева. Знаете, никак умирать не хочет. Это как бы ветеран на пенсии. И до сих пор, хотя она бы еще сто лет бы жила, да? Сто лет бы. Но тут дело в другом. С нее взято сотни черенков на прививку. Она изувечена, искалечена. Держится только потому, что Осенья Яхолева оказалась настолько надежным деревом. И второй такой ветеран. Вот. Смотрите. Чтобы не было лишнего. Нарядная Ефимова. У меня есть фотографии, где тут Тимошка собирает яблоки. Ну, больше десяти ведер не давала, правда. Но она и небольшая еще. Она моложе. Почему она так изувечена? Сибирь. А раз. И с нее тоже взяты добрая сотня. Поменьше, чем на той. Та старше. Вот. Ну, и, пожалуйста, не кидайте мне камни. О, железо. Все изуродовано. Тут с ней столько я брошь получил. Вот. А вот это тот самый. Вот это ветеран из ветерана. Нарядная Ефимова. Все. Вот она. Она повезло. Она сейчас стареет уже катастрофически. Я с нее никогда не брал шеремки. Вот. Там, где брал шеремки, вот он там. Остался пень. И здесь еще есть пень. Уже не видно его в траве. Вот. До того обидно было. И какая разница между грушами необрезанными и обрезанными. Вот это вот тот самый сварок. Два Сергея уничтожил. Несколько десятков ведер с двух тех груш. Некуда было девать. Да и с этой почти половина сгнивала. Вот. А почему я вам это все показываю? Сейчас осталось несколько минут. И отключится сам этот. А, уже все моргает. Сейчас отключится. Смотрите, треугольник, видите? Груша. Груша. Обе рекордсменки. По, подчеркиваю, по урожаю. И, то есть, треугольник замыкает. Тут, получается, везде несколько метров всего. Тут метров пять. Да, треугольник со стороной пять-шесть метров. Вот. Кроны сомкнулись. Я пытался понять, где он и мешает это, такая страшная, огромная, которая буквально окружена ненавистью. Манжурский орех. Орехи я продаю. Когда тут где-то я провораниваю, не успеваю поднять, отсюда вылазят, те, которые упали, оттуда вылазят саженцы. Но в последнее время не вылазят, потому что каждый орех для меня тридцатник. Вот. Тридцать рублей. Ну, вот я вам все успел показать. Сейчас она сама себя отключится. Ветер такой, что, по-моему, уже меня не слышно. Будем считать, что очередная прогулка по саду состоялась. А так как она не хочет отключаться, вот моя последняя ранетка. Уникальная. Продолжения ей не будет. Сергея не заставишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok